Здравствуйте! В эфире новости в студии Владимир Антошкин. Высокая плата за общедомовые нужды, не огороженная детская площадка или невыплаченные алименты. Эти и другие проблемы озвучили граждане на приеме у депутатов от партии «Единая Россия». В день рождения «Единой России» 1 декабря партия организовала традиционный масштабный прием граждан. В местном отделении «Единой России» города Кумертау представители от партии также провели единый день приема граждан. Граждане смогли получить консультации на волнующие вопросы у депутатов Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Хайдара Гайсина и Губану Исхаковы, депутатов Совета городского округа города Кумертау от фракции «Единая Россия». Также прием провели депутат партии «Единая Россия» Алексей Сухачев. Кроме того, на своих рабочих местах прием граждан осуществляли руководители жилком сервиса Центра занятости населения города Кумертау, Центр социальной поддержки населения по Мелиузовскому району и городу Мелиузу Республики Башкортостан в городе Кумертау и директора всех РЭЛ. Жители города обратились к депутатам с вопросами жилищно-коммунального хозяйства, возможности улучшения жилищных условий, содержания дорог в зимнее время, медицинского обслуживания, трудоустройства и социальной помощи. Из газеты «Время» я узнала, что будут сегодня вести прием депутаты городского округа города Кумертау. У меня возникло несколько вопросов. Я пришла на прием, записалась. Была, конечно, очередь. Вопросов у жителей города очень много. Меня интересовал мой вопрос. Я рада, что я пришла сюда. Мы решили этот вопрос положительно. Я надеюсь, что сегодня эта встреча прошла не только для меня, но и для всех жителей города Кумертау очень полезной. Олеся Пылева, Ильнур Аминов, Новости. В детском саду номер 19 «Солнышко» начала функционировать группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие посетили официальные лица и съемочная группа телекомпании «Арис». В городе Кумертау проводится большая работа по социальной адаптации детей и инвалидов. Одним из направлений работы является открытие специализированных групп в детских садах. Так, новая группа для социальной адаптации особенных деток появилась в дошкольном образовательном учреждении номер 19 «Солнышко». К открытию здесь сделан ремонт, приобретена новая мебель, игрушки и развивающие игры. Сегодня мы открываем специализированную группу для особенных детей. Вообще, в нашем городе очень большое внимание уделяется для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. В дошкольных образовательных учреждениях у нас уже действует ряд групп, коррекционная группа. Три школы у нас оборудованы по программе «Доступная среда», где приобретено специальное оборудование, где работают комнаты психологической разгрузки. И вот с сегодняшнего дня начинает работать еще одна такая группа. Я надеюсь, что ребятишки будут с удовольствием сюда ходить, потому что здесь созданы все благоприятные условия для их социальной адаптации. И, конечно же, дети, которые сюда будут ходить, будут получать занятия, будут работать с ними дефектологи, будут работать специалисты. И дети могут уже подготовиться, конечно, к дальнейшему обучению в школах. Специалистам предстоит большая работа, поскольку группы будут посещать детки со сложным диагнозом. Но это станет серьезным шагом в системной помощи. И только когда семья и педагоги вместе работают над тем, чтобы помочь ребенку, результат обязательно будет, уверен врач с многолетним опытом Валерий Годуленко. Эта группа называется группа кратковременного пребывания для детей с аутистическими проявлениями. Болезнь очень сложная. И нужно приложить много усилий, чтобы адаптировать этих детей к окружающей среде. Потому что это, ну, у каждого ребенка болезнь протекает по-своему. И очень большой труд требуется для того, чтобы этих детей адаптировать. Для этого создана такая группа. В Башкирии такой группы нигде нет. Это первая группа, которую по инициативе родителей, администрации города, Белик Ирины Константиновны, создана такая группа. И в комплексе есть ли наше медикаментозное лечение, плюс работа специалистов в этой группе, плюс работа родителей. Только вместе мы сможем победить эту болезнь, сможем этих детей адаптировать к жизни. Группа разного срастная. В работе планируется применять методы, имеющие коррекционно развивающую направленность. Сегодня наш садик принимает деток с ограниченными возможностями. Сегодня начинает работу группа, которая будет помогать нашим родителям, нашим докторам в социализации детей, которые будут воспитываться, скажем так, которые имеют ограниченные возможности. И вот сегодня, готовя эту группу, мне хочется сказать всем тем большое спасибо, кто оказал нам поддержку. Это и глава администрации Борис Владимирович Беляев, это и заместитель главы Наталья Михайловна Лапшина, управление образованием в лице Марины Владимировны Дерягиной. Не могу не сказать слова огромной благодарности нашему постоянному ангелу-хранителю, это перевезенцеву Тимофею Вячеславовичу, который работает уже не первый праздник, мы делаем с ним, готовится мебель, специализированная мебель была подготовлена для наших детей, для этой группы. Я думаю, что педагогический коллектив приложит все усилия и создаст условия, чтобы наши детки действительно стали полноценными гражданами нашего общества, что никто не мог никогда сказать, что наши дети имели когда-то ограниченные возможности. За 11 месяцев текущего года Комертауские приставы зарегистрировали около 2000 исполнительных производств за долги по коммунальным платежам. Просроченные выплаты по ним превысили 37 миллионов рублей. Один из важных инструментов по взысканию этих и других долгов – это еженедельные рейды. В одном из них приняла участие съемочная группа телекомпании «Арис». Очередной рейд судебных приставов проходит совместно с представителями РЭО. Специалисты разъясняют горожанам необходимость погашения долгов за услуги ЖКХ в добровольном порядке и предоставляют возможность сделать это на месте. Так, например, в квартире по адресу машиностроителей 8 долги за коммунальные услуги составляют около 100 тысяч рублей. Хозяйка квартиры, говорит, не вовремя оплачивала квитанции. В результате долги образовались как снежный ком. А сейчас сложно выйти из ситуации. Из-за тяжелой болезни деньги с пенсии уходят на лечение. Но обещают, что обязательно покроют долги. Да, я все по детей вкладывала. В учебу, в одежду, в еду. А о том, что долг зато собирается, честно, не думала. А как-то, ну как, так, сумма с собой шла, 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 шла. Ну вот сейчас вот болезнь прихватила, я уже за ум взялась по-другому. Так или иначе, долги нужно будет возвращать. Если это не сделает хозяйка, то есть другие жильцы этой жилплощади. Ведь в данной четырехкомнатной квартире зарегистрировано 13 человек. На сегодня выясняется место работы всех здесь проживающих. Кроме этого, в ходе рейдов устанавливаются имущественные положения неплательщиков. В последующем для взыскания задолженностей. Должникам хочется напомнить, что мерами принудительного исполнения первым является исполнительский сбор. То есть исполнительский сбор – это сумма, взыскиваемая в размере 7% от задолженности, но не менее 1000 рублей. То есть должнику дается для добровольного исполнения требований исполнительного документа пятидневный срок. Срок данный начинает течь с момента получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. Далее приставом устанавливаются имущественные положения должника, такие как наличие счетов в кредитных учреждениях и банках. С целью последующего ареста данных счетов устанавливается место работы, устанавливается и фактически имущественное положение должника в случае отсутствия наличных денежных средств и невозможности должником уплаты долгов. При аресте имущества сейчас новое законодательство. Если сумма ареста составляет до 30 тысяч рублей, то должнику на сегодняшний день предоставляется право самостоятельной реализации данного имущества. Если же сумма арестованного имущества превышает 30 тысяч рублей, то тут пристав уже проводит реализацию в соответствии с соглашением управления, то есть торгующими организациями. Торгующая организация проводит реализацию данного имущества. Судебные приставы исполнителя обращают внимание на то, что действует банк данных исполнительных производств на официальном сайте управления, где каждый гражданин может узнать об имеющихся задолженностях, как о своих, так и близких. Информация поможет и при приобретении имущества. Также данный банк можно использовать и в целях совершения каких-либо гражданско-правовых сделок. То есть если человек собирается покупать машину, либо квартиру, следует обратить внимание и уточнить на данном сайте, есть ли у продавца какая-либо задолженность. Если есть, то тут уже можно, скажем так, убрать риски о том, что данное имущество, покупаемое, возможно, находится в запрете на регистрационное действие. Что касается итогов ноября 2011 месяцев 2015 года, за 11 месяцев у нас поступила данной категории задолженность коммунальной услуги 1 997 исполнительных производств, более чем на 37 миллионов. Всего окончено и прекращено за 11 месяцев 884 исполнительных производства. Из них 575 исполнительных производств фактическим исполнением. Сумма взыскания составила 6571 тысяча рублей. Частично нами взыскано 4742 тысячи рублей. То есть около 10 миллионов мы взыскали. Однако остаток исполнительных производств по итогам 11 месяцев составляет 1113 рублей на сумму более 18 миллионов. Таким образом, приставами продолжается работа. Мы в настоящее время, с согласием администрации, с согласием жилком сервиса, у нас еженедельные мероприятия по данной категории дел проводятся еженедельно. Немного остается до Нового года. Но есть время для того, чтобы оплатить имеющиеся счета и встретить праздник без долгов. Айгуль Мухаммедшина, Эльнур Аминов, Новости. В Кумертау проходят учебно-тренировочные заезды сборной России по мотогонкам на льду. Они продлятся до 8 декабря. Напомню, элита ледового спидвей тренируется в нашем городе второй год подряд. В этот раз приехали 16 спортсменов. Насколько продуктивно проходят тренировки в нынешних погодных условиях, узнавала Айгуль Мухаммедшина. В очередной раз Кумертау стал центром спортивных событий. В эти дни в нашем городе проходят учебно-тренировочные заезды сборной России по мотогонкам на льду. Для подготовки к предстоящему сезону приехали именитые гонщики, у каждого из которых титулы чемпионы мира, Европы или России. Поэтому даже тренировочные заезды проходят ярко и зрелищно. Сборная корректируется каждый год согласно результатам прошлого сезона. От этого идет отборка сборной. Она каждый год обновляется, молодые добавляются. По условиям Кумертау мы здесь второй год подряд. В прошлый год были очень хорошие идеальные условия, но в этом году немножко свои коррективы внесла погода. Несколько дней была оттепель, соответственно, на лед не могли выйти, но занимались физической подготовкой. И сейчас вроде погода настроилась. Надеемся, что она дальше продержится. По стандартам для проведения мотогонок толщина льда должна быть не меньше 15 сантиметров. Так что в условиях оттепеля пришлось усиленно поработать организатором мероприятия. Но все же им удалось достичь нужных результатов. В прошлом году провели сборы, и очень всем понравилось. Соотношение здесь руководства в лице Хайрединова, Рината Енгельевича, Наэль Курбановича, Галяк-Бера, который сам в прошлом бывший гонщик, знаменитый. Он очень много сил отдает этому виду спорта здесь. Подготовки к треку данного нашего мероприятия учебно-тренировочных сборов. Поэтому, учитывая, что мы приехали осенью, осенний месяц, ноябрь, где еще в России теплый, хотя город у вас на юге Башкирии находится, но тем не менее он сумел все-таки поймать погоду и залил прекрасный лед. Подготовил толщина где-то 18-20 в некоторых местах достигает. На учебно-тренировочных сборах спортсмены проверяют возможности своих железных коней, отрабатывают технику гонок и в то же время уделяют особое внимание физической подготовке. Ведь для того, чтобы управлять мотоциклом по ледовому треку, нужна сила. Поэтому ежедневно определенное время отводятся для зарядки занятий в тренажерном зале, бассейне. И необходимые условия здесь созданы, говорят они. Условия созданы вообще отличные. Просто проживание все устраивает спортсменов. Стадион готов к тренировкам. Лед есть. Тренируемся. Маленько погодные условия нам не благоволят. А в общем, именно на организационном уровне все прекрасно, все хорошо. Какой у вас настрой на сезон? Настрой, ну, завоевать самые наивысшие награды. Условия хорошие. То есть лед стараются готовить максимально эффективно. Но немножко с погодой не повезло. То есть тепло. Ну, где-то градусов в минус 15 самое нормальное состояние для подготовки льда. Вот сейчас 10-5. Ну, то есть хотелось бы похолоднее. Но ледовары стараются, делают. То есть большое им спасибо. Все супер. По словам спортсменов, от подготовки на тренировочных сборах зависит в целом успех в предстоящем сезоне. Так показывает практика прошлых лет. В прошлом сезоне выиграли чемпионат мира командный. На чемпионате мира личном второе место. Это и на чемпионате России второе место. Согласно календарю соревнований, нынешний сезон также обещает быть насыщенным. Всего в план включено 20 соревнований. Уже сразу после учебных тренировок 11-12 декабря в Каменск-Уральском состоится первый и второй этап командного чемпионата России. 19-20 личный чемпионат России. Затем в конце декабря и начале января будущего года состоится финал чемпионата России. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин